Пишем встречные, замечая семенящую фигурку учителя. Более 30 человек разного возраста в одной из аудиторий второй гимназии склонились над бланками, старательно выводя буквы, вспоминая правила русского языка. Третью часть текста под названием «Вечер» об учителе словесности по фамилии Бах диктовал участникам акции Светлана Михайлова-Листром. Мне кажется, сегодня текст искрящийся, легкий и эмоционально интересный, но очень сложный по пунктуации. То, что текст оказался не из легких, подтвердили и участники проекта. Галина Александровна Блохнина пишет «Тотальный диктант» уже во второй раз. Энтузиазма бывшему геологу не занимать. И даже будучи на пенсии, Галина Александровна ведет активный образ жизни. Я хочу свой уровень грамотности сохранить, как говорится. Я активный человек, я всегда куда-то врубаюсь в какие-то мероприятия. А вот Валерия Капустянская впервые решила попробовать свои силы в таком экзамене на грамотность. И поначалу немного волновалась. Ну, конечно, потом мне удалось успокоиться, потому что это же все-таки для себя, в принципе. Оценка это только для меня, и мне на будущее будет уроком знать свои, может быть, сильные или слабые стороны. «Тотальный диктант» старовчане писали уже в пятый раз. По сравнению с прошлыми годами, количество желающих проверить свою грамотность снизилось. Участие в акции приняли чуть больше 150 жителей города. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова